Добрый день! Сегодня на православном канале Экзегет мы с вами продолжаем объяснение, толкование библейской истории Каина и Авеля. И вот в прошлых наших беседах мы с вами поговорили о рождении Каина и Авеля, которое тоже было полно такого глубокого символизма, глубокого значения. Поговорили о том внутреннем духовном противостоянии, которое возникло, родилось в душах обоих братьев и, наконец, так сказать, повествовали о том, каким образом совершилось убийство Каином Авеля и прообразом чего это было, да, и, так сказать, чем объяснялось, чем руководствовался Каин, совершая это убийство своего брата всевозможными оправданиями, всевозможными объяснениями, обоснованиями, на которые так щедр грех, проникающий в человеческую душу, извращающий человеческий разум. Теперь же мы с вами поговорим о последствиях, о том, сказать, том наказании, которое постигла собою Каина после того, как он совершил это убийство. Ну, естественно, это наказание, в первую очередь, носило духовный характер, в первую очередь, ведь тот, кто совершает какой-то грех, главным образом и в первую очередь приносит страдания самому себе. Он убивает, он уничтожает свою душу. И вот то, как развивается грех в душе Каина, каким образом это происходит, к чему это его приводит, мы с вами рассмотрим при дальнейшем внимательном чтении книги «Бытия». Итак, после того, как Каин совершает вот это убийство, вот это злодеяние, Господь обращается к нему в его душе, поскольку доступ для вот этого божественного воздействия в душе Каина, он пока еще открыт. Адам, Ева, Каин, Авель были представителями вот этих первых поколений человечества, у которых связь непосредственная, внутренняя связь с Богом была еще необыкновенно сильна. И совершалось таким, в общем-то, еще непосредственным образом. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату своему?» И вот здесь вот, конечно, очень интересный такой момент, для которого тоже на самом деле возможно разное объяснение и разное понимание. Господь обращается к Каину с вопросом, где Авель, брат твой? И по сути своей здесь, возможно, и очень прекрасно, так сказать, это вписывается вот в контекст вообще библейский, вот именно попытка соотнести вот это обращение Господа Бога к Каину с подобным же его обращением к Адаму в раю, когда Адам и Ева прячутся, заслышав глаз Господа Бога, ходящего в раю, и Господь обращается к Адаму со словами «Где ты, Адам, что ты сделал?» Как будто он не знает чего-то. Вот характерная черта греха, его первые действия, которым он обнаруживает себя в человеческой душе и, собственно говоря, благодаря чему он в принципе становится возможным, да, вот этот грех, возможным это проникновение греха в душу. Это подобно тому, да, как действуют некоторые паразиты, например, кровососущие всякие, так сказать, там комары и прочие разные существа, да, которые впрыскивают сначала под кожу человека особый состав, которые в первое мгновение позволяют человеку не чувствовать боль от этого укуса. И затем они уже вдоволь напиваются человеческой крови, пока человек не замечает, не чувствует вот этого проникновения в него, а затем уже человек вынужден оставаться наедине со всеми проявлениями нападения на него вот каких-то кровососущих таких паразитов, да, то есть появляется какой-то там, появляется волды, какая-то язва, начинается чесотка, начинаются все вот эти какие-то неприятные такие зуд, раздражения, последствия, да, того, что произошло. То же самое в душе. Первое, что приносит с собой грех, это ощущение утраты всеведения Божьей. Человек забывает о том, что над ним Бог. Он забывает, что Бог видит каждое его душевное движение, не только каждое его дело, да, от чего человек бывает плохо, говорил преподобный Амросий Оптинский, от того, что забывает, что над ним Бог. Вот это первое такое опьянение грехом, благодаря которому грех может развиться в человеке и досото насосаться его кровью, его духовных, душевных сил. И поэтому Господь обращается к падшему человеку для того, чтобы отрезвить его в первую очередь вот от этого ощущения, от этого забвения, такого вот опьянения, да, греховного, заставляющего забыть о том, что Господь всегда видит все тайное и сокровенное, что происходит и в глубине человеческой души, не говоря уж о его деяниях. Вот это такое отрезляющее слово, которое Господь обращает к Аину. «Где Авель, брат твой?» Вот насколько удивительно вот это слово Божие. «Где Авель, брат твой?» Господь напоминает Каину о его родстве с Авелем. Он пытается вызвать в нем какие-то, может быть, первоначальные, теплые чувства, когда они еще были детьми, когда между ними еще не было каких-то разногласий, разделений и соперничества. Он же брат твой, Авель. И, к сожалению, это обращение Божие остается совершенно бесполезным в бесчувственной душе братоубийцы. Он убил в своей душе, убив своего брата, всякое доброе, теплое человеческое чувство. Он не воспринимает больше его как брата. Каким холодом звучат эти слова ожесточенного Каина в ответ Богу. Он сказал, не знаю, разве я сторож брату своему. Какая дерзость, какой вызов Богу содержится в этих словах. Я же не сторож своему брату. Как будто Каин не понимает прекрасно, что он лжет Богу и продолжает упорствовать в этой своей лжи. Он же понимает, что Бог все знает, всемогущий, всеведущий. Но Каин пытается прикрыться этим щитом внутреннего ожесточения. Он стремится не расставаться с тем опьянением, с тем добровольно принятым в свою душу забвением о всеведении и всемогуществе Божьем. Он пытается отгородиться от Бога, такого Бога, который ему неудобен, который ему не нужен в этом мире, вместе с памятью о том брате, которого он убил и вычеркнул, из своей души, из своей жизни. То есть это вот то внутреннее ожесточение, в котором находится Каин. И, возможно, на самом деле, несколько другое прочтение этих же библейских слов, которое покажет нам этот диалог с немного другой, уже такой религиозной стороны, со стороны богопознания, со стороны религиозных отношений между человеком и Богом. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой». Может, так сказать, быть вполне, и мы это показали, насколько органично вот это вот объяснение о таком педагогическом приеме, да, вот в обращении Бога к Каину, что он якобы не знает о том, где Авель, брат Каина, и заставляет Каина самого дать свой ответ, да, то есть этим вернуть его как бы в ситуацию Адама. Но, возможно, и другое прочтение о том, что Господь хочет показать Каину духовные последствия того, что он совершил. Когда он говорит, где Авель, брат твой, он хочет показать Каину то духовное состояние, в котором теперь находится его брат Авель. Он хочет открыть Каину посмертное существование души его брата, показать ему, где сейчас, в какой славе, ну или в каком духовном состоянии находится Авель, душа Авеля после того, как его тело было убито его братом, показать Каину, что с убийством тела не прекращается жизнь души. Он не смог уничтожить Авеля, стереть его из этого мира, как он хотел, когда застал его в поле вдали от человеческих жилищ, для того, чтобы как бы вот так стереть о нем память. Нет. Господь пытается научить Каина тому, что со смертью тела не прекращается существование человека, продолжается посмертное существование человека уже в ином мире. Он готов открыть Каину то, что происходит с человеком после смерти. И это, конечно, мощнейший стимул к покаянию. Это может сокрушить, может устрашить человеческую душу грешника, может заставить его обратиться к покаянию, полностью пересмотреть весь свой взгляд на всю его земную и посмертную жизни, послеземную жизнь. И это именно то, чего так страшится Каин, то, чего он так не хочет. Он закрывает для себя вот эту истину посмертного существования. Он не хочет ничего о ней знать. Он не хочет никогда больше встречать своего брата ни в этой жизни, ни в будущей. Он боится этой встречи. Она для него страшнее всего. Страшнее всего, что могло бы произойти с ним на этой земле. И поэтому он так дерзко отказывается от вот этого предложения Божия, потому что его душа полна страхом того, что это может произойти. Он пытается зажмуриться изо всех сил, закрыть свое духовное зрение, отказаться от этой посмертной жизни, потому что там его ждет его убитый им брат Авел. И поэтому он говорит, не знаю, то есть не хочу знать, разве я сторож брату своему, разве я должен быть постоянно со своим братом и в этой жизни, и в будущей. Он не хочет ничего знать об этой будущей, посмертной жизни послеземного существования. И тогда Господь обращается к Каину совершенно, так сказать, с других позиций. Он меняет такой свой, как бы, подход. Заходит, так сказать, обращается к Каину совершенно с другой стороны. И он говорит, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Он обращает внимание Каина на то, что для Каина более всего ценно, драгоценно, на землю. если вся, так сказать, приверженность Каина состоит в земле и в земной жизни, то Господь уже прямо говорит ему о том, что и земная жизнь, она уже уничтожена вот этим братоубийством, уничтожена этим грехом. то есть он пытается потрясти самое основание вообще всей психологии, всей идеологии, всей религии, которая успел возрастить в своей душе Каин, которая полностью обеими, так сказать, ногами твердо стоит именно на этой самой земле. И вот именно эту землю в прямом и передоставном смысле Господь из-под ног у Каина выбивает. «Что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». То есть тебе нет места на этой земле. Эта земля больше не даст тебе того, что ты от нее ждешь, того, что ты от нее ищешь. Вот это действительно удар в самое больное место Каина. Это такое отрезвление, которое способно отрезвить и такого погрязшего в земном преуспеянии человека, каким является Каин. И вот этот удар уже достигает какой-то определенной такой цели. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Что значит эти слова? Что значит, что земля перестанет давать силы свои для тебя? Почему? Ну, обычно толкователи многие, они несколько, ну, так, можно сказать, приземленно тоже, в основном, еврейские толкователи говорят об этом месте в Священном Писании. Они говорят о том, что, лишившись благословения, земля перестанет давать Каину, тот урожай, которого он так вожделел. Ну, на самом деле представляется, что это не главная суть, которая изложена вот в этих словах Священного Писания. Когда Господь говорит о том, что земля не станет более давать силы своей для Каина, Господь говорит несколько ином. Дело в том, что земледелец строит свои отношения с землей на то же определенном таком гармоничном сосуществовании. Вот это возделывание земли, оно для земледельца создает вот такой особенный гармоничный мир. И вообще труд на земле на самом деле сам по себе приносит человеку достаточно много благодати. Человек здоров, когда он работает на земле. Человек получает мир, покой, радость, когда он занимается вот этим созидательным трудом. И вот именно вот эти духовные взаимоотношения между Каином и той землей, которую он возделывает, они как раз таки и нарушены его братоубийством. Братоубийство уничтожило гармонию между человеком и землею. Каин больше не будет получать благодати от того земледельческого труда, которому он себя посвятил в своей жизни. Тот последний источник получения благодати Божьей, которым было для него вот это занятие земледельческим трудом на земле, он пресекается. Каин отрезается от любых взаимоотношений с Богом, от любых взаимодействий с благодатью Божией. То есть сначала он отсек это благодатное действие своим формальным отношением к жертвам, своим формальным отношением с Богом, своим такой формальной религиозностью, он перестал получать эту благодать через религиозную жизнь. Но тут он перестает получать благодать и через жизнь земную. И вот это то, что сокрушает Каина сильнее всего. Он не понимает, как же тогда дальше он будет жить все-таки без этих поддерживавших его на земле благодатных сил, которые он получал через то занятие, которое так любил. И душа его повергается в отчаяние. Это вот та реакция грешника, которая так отличает его от человека, стремящегося к праведности. Праведник, обличаемый в грехе, ощущает нужду к покаянию. Нужду в покаянии. Он полагает, хотя бы начало этому покаянию, будучи облечен в своем заблуждении, в своей ошибке. Человек, укоренившийся в грехе, сделавший грех, сделавший богоборчество, своей идеологии, своей религии, он не обращается к покаянию. Он ввергается в состояние отчаяния. Это именно то, что происходит с Каином. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот это тоже характерная черта вот этого состояния грешника на земле. Любое наказание он начинает воспринимать как нечто несоразмерное, как нечто то, что он не может перенести. Это как раз таки показатель и следствие полной утраты душой грешника благодатных сил. С благодатью Божией человек может перенести все, все, что могу, укрепляющим меня Христе, говорит святой апостол Павел. Он может перенести любые страдания, любые трудности, любые испытания. Без этих благодатных сил человек становится настолько немощен, что любая перспектива каких-то земных неудобств, она его повергает в состояние полного отчаяния, полного бессилия. Это именно то, что демонстрирует Каин в своих взаимоотношениях с Богом. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня вместо того, чтобы обвинить себя, Каин обвиняет Бога. Вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли. Не я, не мой грех, который я совершил, не братоубийство, которое я сделал, приводит меня к определенным последствиям, которые я заслужил. Нет, это все ты. Охваченный злобой, охваченный нечистым духом, охваченный ненавистью, охваченный богоборчеством человек, всю вину за все, что с ним происходит, всегда возлагает и на себя, на Бога. Это ты изгоняешь меня с лица земли, говорит он Богу, и я вынужден скрываться от тебя и буду изгнанником и скитальцем на земле. Вот Каин переживает вот это ощущение чуждости себя этому миру. То ощущение, которое охватывает действительно глубоко падшего грешника, человека, который почувствовал вот этот его глубочайший космический такой разлад между собой и миром, с которым он находился в гармонии благодаря благодати, которую сам может быть и не осознавал, но почувствовал эту утрату только после того, как она свершилась и произошла. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. То есть Каин начинает переживать за то, за свою жизнь, какие только страхи не рождаются в его воспаленном грехом мозгу. И то, что он будет скитальцем, и то, что он будет изгнанником, и то, что всякий, кто встретится с ним, убьет. А кто может ему, собственно говоря, встретиться? Ну, кого может бояться Каин? Дети еще не родились. Возможно, он боится детей Адама и Евы, да, потому что, скорее всего, на тот момент у Адама и Евы уже родились какие-то другие дети, по крайней мере, это вполне возможно. И он начинает, так сказать, он понимает, что своим убийством он открыл дверь греха в этот мир. он совершив это злое дело сам, он начинает подозревать всех остальных в том же самом намерении. Он понимает, что благодаря тому, что он сделал, теперь появилась такая возможность, его примеру могут последовать любые другие люди, пускай даже они пока еще малы, но может быть речь конечно идет и о зверях, но скорее всего это не главное, что беспокоит Каина, потому что в общем-то звери окружали первых людей во все время их такого существования на земле. Есть как бы вот такое тоже талмудический домысел, что именно после убийства Каином Авеля звери стали более дикими и стали нападать на человека, но это в общем-то не имеет каких-то таких твердых оснований в священном писании, нигде об этом не говорится. «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро, и сделал Господь Каину знамени, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». И вот здесь вот такой довольно загадочный момент во всей этой истории, загадочный момент в священном писании, что Господь говорит, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И вот здесь не будем забывать один важный момент. Дело в том, что очень часто в священном писании под именем родоначальника понимается и весь род. И вполне возможно, что Каин, вот когда переживает за то, что его кто-то убьет, он точно так же переживает и за то, что опасности подвергнутся и его потомки, что вражда, которая, так сказать, вот между, возникает между потомством Каина и другими потомками Адама и Евы, она придет к убийству, приведет к убийству и его сыновей, и их сыновей, то есть приведет к такому истреблению всего рода Каина. И вот здесь Господь уже дает одно из своих первых законоположений, которые касаются вот такого первоначального что ли устройства взаимоотношений между разными человеческими племенами, которые только еще имеют появиться на земле. Он уже полагает меру мести. Зато всякому, кто бьет Каину, отпустится всемиро. Каин понимает, что своим братвоубийством он открыл дорогу последующим убийствам одних людей и другими. И Господь точно так же понимает это. И он хочет ограничить процесс этих убийств какими-то такими им самим установленными нормами. То есть, да, эти убийства будут совершаться, но пускай они будут ограничены хотя бы вот этим числом семи. Не более семи представителей рода Каина должно будет пострадать за грех своего родоначальника или какого-то другого представителя своего рода. Потому что Господь знает и понимает, что теперь в потомстве Каина будут рождаться люди совершенно иного характера. Вот то убийство, которое совершил Каин неизгладимым знаменем, неизгладимой печатью ляжет на него и на все его поколение. Смысл вот этого слова о знамении и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его, оно говорит как раз таки о том, что отныне убийства между людьми станут нормой их существования, нормой их жизни. И Господь пытается хоть как-то эти убийства ограничить, хоть как-то эту дикость, необузданность вот того, так сказать, потомства Каина, которое оно в себе проявит, ту агрессивность, которую оно наследует от своего прародителя, он пытается как-то ограничить. Месть за Каина и за его потомков не должна составлять более семи человек, для того, чтобы люди окончательно не истребили друг друга, не успев исполнить заповедь Божия о том, чтобы размножиться и наполнить всю землю. Вот в этом знамени, которое Господь наложил на Каина, некоторые толкователи стремятся видеть какое-то чудесное явление, о том, что это было нечто волшебное, действительно некий знак или еще что-то такое сверхъестественное, что отделяло Каина от среды других людей и не позволяло никому поднять на него руку. Но все-таки никоим образом нельзя с этим согласиться. Каин по своему положению, по своему состоянию братоубийцы, человека отвернувшегося от Бога и отверженного Богом, не мог надеяться на получение каких-то чудес от него, не мог быть достоин никаких чудес. Это знамени не носило никакого чудесного характера, ни в коем случае. Неужели Каин мог быть достоин после того, что он сделал какого-то еще чуда от Бога? Благодаря чему? За какие заслуги? Нет. Дело в том, что вот это знамение, которое оказалось, которое дал Господь Каину, вот здесь мы опять встречаемся с такой особенностью изложения Священного Писания, когда в нем отсутствует разделение вот этих норм, которыми обычно пользуемся в своем уже более, так сказать, развитом богословском контексте мы, когда мы говорим о каком-то действии Божьем и о его попущении. Вот Священные Писания, в особенности такие первоначальные, ранние какие-то книги, они этого разделения не используют и не знают. Там нет инструментария для выражения вот этой разницы. То есть все в конечном счете оно так или иначе дается от Бога, но дается либо его воле, либо его попущением. Вот здесь Господь попускает Каину получить это самое знамение, что это за знамение? Это знамение это вот такое конечное забесовление Каина, в которое он впадает и после своего злодеяния и после что самое главное не раскаянности в нем, но окончательного в нем укоренения. То есть дух Каина наполняется такой злобой, что-то преображает и само его лицо и весь его облик да и более того даже еще и передается его потомкам. Вот это особенная такая злобность, угрюмость, вот та злобная духовная сила, которой боятся все остальные живые существа и это препятствует им поднять руку на Каина. Они чувствуют в нем такую мощь демонической злобы, такую внутреннюю духовную силу забесовления, что ни человек, ни зверь не решаются принести Каину какой-то вот такой вред. Они просто боятся его. Каин уже в каком-то смысле занимает такое место в демонической иерархии, что он становится главой и родоначальником всех прочих ожесточенных и осатаневых таких людей. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Едема. Что это значит? То есть Каин уходит как можно дальше вот этими словами говорится не о его географическом перемещении. Земля Нот это такое духовное состояние, в котором он находится. Земля трясения, сотрясения, земля лишенная гармонии. То есть Каин пытается удалиться от гармонии, в которой существовал прежде со своими родными, со своим родом, как можно дальше. На восток от Едема. То есть куда-то так сказать настолько далеко, что если Адам и его потомки жили прямо рая, то есть напротив рая, вспоминая рай, то Каин уходит куда-то туда, где воспоминания о рая, о райском когда-то существовании окончательно изглаживаются из его души и из его памяти. И Каин приходит вот в это совершенно такое особенное состояние духа. Мы видим, как в нем вот это развивается. То есть сначала оставление благодати проявляется в нем унынием, вот этим внутренним таким упадком сил, депрессии, потом так сказать греховная энергия благодаря опустошению внутреннему заполняет оставшееся пустым святое место человеческого духа, вымещает, разжигает его на совершение греха, потом совершенный грех приводит к тому, что он забывает о Боге, пытается забыть, пытается вычеркнуть так сказать Бога и своего брата из своей души, из своей памяти, закрывает себя для благопознания, для познания будущей жизни и полностью лишается вот какого-то такого гармоничного существования с Богом и с этим миром, из-за чего душа его сначала вергается в состояние уныния и отчаяния, а потом это отчаяние приводит его к состоянию ожесточения и забесовления. Вот так то внутреннее устремление к земному и к земному преуспеянию, которое демонстрирует Каин в начале своего пути, приводит его к богоборчеству и фактически к сатанизму, приводит к развитию тех языческих религий и того совершенно языческого опыта, возникшего на основе отвержения от богопознания, от бога истинного, который продемонстрировал Каин и его потомки во всей своей последующей жизни, и что изложено в последующем тексте этой четвертой главы, о чем мы в дальнейшем расскажем. пока что можем сказать, что вот та метаморфоза внутренняя, которая произошла с Каином в процессе его приготовления к убийству и после убийства своего брата Авеля, она уже явилась для Каина жесточайшим и тяжелейшим наказанием, чем любая кара, которую мог бы ему придумать какой-либо человеческий ум. И не зря Каин именуется таким первенцем сатаны, поскольку он сделался таковым по своему духу, соединившись с врагом рода человеческого, с врагом Божиим, главным образом своими внутренними душевными, духовными качествами и свойствами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok